Свободный соединительной тканой десневой трансплантат. Я скажу честно, я работаю очень редко этой методикой, потому что я ее считаю очень травматичной, очень сложной в использовании. И опять же, она возможна только при толщине слизистой соединительной тканого комплекса в области неба от 4 мм. Потому что мы должны 1,5 мм оставить на закрытие конверта до этого, и еще должны оставить кусок надкосницы. По сути, то есть при измерении толщины вот этой соединительной тканого комплекса в области неба, конечно, зачастую мы не имеем таких объемов там. Ну и потом, честно, много очень у нее осложнений у этой методики, и перфорация сосудистонервного пучка, и всякие кровотечения отсроченные она дает. Она дает очень неэстетичный внешний вид. Я работаю этим методом только если я беру лоскут на ножки. Когда я закрываю какие-то дефекты в области удаленного зуба, например, при одномоментной установке имплантата, и когда его не подлежит нагрузке, вот это окно с каким-то дефектом слизистым, тогда с неба сразу на ножки подворачивается и закрывается этот дефект. Но в основном стараюсь больше не работать. Ну давно, я уже лет 8 не работаю вот этим методом. Он очень долгий, тяжелый и очень удлиняет время операции. Это как бы абсолютно неэргономично. И ничего в нем такого, в этом трансплантате нет, чего бы не давал нам соединительная тканная, мой любимый дефектолизированный трансплантат. Вот. Это он и есть, эпителиальная соединительная тканная десневой трансплантат, который забирает из последующей дефектолизации. Это то, что на сегодняшний день вообще является предпочтением и выбором при любом методе. Его преимущества. Это дефектолизация вне полости рта и получение необходимого объема трансплантата менее травмирующим методом. Методика обычная, метод окна, вырезается необходимый замеренный заранее объем. Далываете, рисуете квадратик, там, не знаю, полосочку, все, что вы хотите, какой объем вам нужен ткани. И забираете его, делаете разрез. Нет до надкосницы, естественно, помним. Да, мы оставляем миллиметр над ней. Заживает очень быстро. Через неделю у пациентов уже все эпителируется, ничего не видно. Самое главное оставить надкосницу на принимающем, на донорском месте. Все. Закрывается губкой, ушивается крестообразным прижимающим швом. Любой коллаген, начиная с гемостатической губки, это абсолютно не имеет никакого значения, чем вы шьете. Как? Самое главное, что там все было закрыто. Итальянцы и американцы, они делают капы для пациентов, для таких. Ну, честно говоря, вот я посмотрела, вот эта методика настолько сидящая, что можно обойтись абсолютно просто закрытием, тем же там с локосерилом, переокином, они здесь с него повязкают, уделают мазевую. Этого вполне достаточно. Для чего он применяется? Он применяется при любых рецессиях, при устранениях, для двуслойных методик и для тоннельных методик. В области зубов и в области имплантатов эти трансплантаты имеют место, быть право на существование. Ну, они могут различаться, все трансплантаты по донорской зоне. Откуда мы что можем взять? Теперь вот это очень внимательно мы поговорим, потому что данные в литературе и в каких-то коммерческих курсах, проектах, то, что я как бы слушаю иногда, они очень расходятся. Честно говоря, мне не хотелось бы никакой от себя тена в этом вопросе, потому что он очень серьезный. Значит, анализируя анатомию твердого нёба в области клыка первого и второго амоляра, исследователи анатомы пришли к выводу, что содержащееся количество ткани, казалось бы, очень плотное и толстое, несет в себе 70% жировой железистой ткани, которое не является вообще никаким потенциалом для регенерации и восстановления прикрепленной десны. То, к чему мы стремимся, цель какая у нас. Поэтому вот этот соединительно-тканный комплекс, тем более, что в области клыка есть петля нёбной артерии. И там очень большой риск вообще травмировать и уехать вместе с пациентом в стационар, устранять это травотечение или устранять его, да, ургентно в кресле. У меня один раз была такая история. Как правило, у своих близких друзей такое происходит. Да, но я ушила, конечно, всё сама и артерию перетянула, но это очень неприятное осложнение, когда у тебя вон там просто из-за рта льётся, да. Вот поэтому, конечно, твёрдое нёбо от второго премоляра до второго моляра. Это зона, в которой мы работаем. Там отсутствует вообще жировая и железистая ткань. Там вы получите всегда только полноценный соединительно-тканный трансплантат. Плотный и жизнеспособный. Это полноценный регенеративный материал. Ну и, конечно, бугор верхней челюсти. Если нам повезло, и он есть, и он жирный, то это вообще счастье, потому что из него можно нарезать кучу всего ещё, сделать его, растянуть, забрать. И, конечно, когда ты его ушиваешь, фактически нету открытой раны. Это большой-большой плюс. Реабилитация таких пациентов очень комфортна. Они не требуют никаких дополнительных усилий со стороны врача и пациента. Но, опять же, я говорила, что это же не всегда возможно. Поэтому есть такие какие-то сценичные очень пациенты, у которых нету просто ткани до толщины. Как правило, из бугра можно 3-4 трансплантата даже там их сделать. Расщепить, расслоить очень удобно. Ещё есть такая особенность. Я, честно говоря, не знаю, чем это связано. Наверное, как бы с толщиной получаемого трансплантата с бугра. А в последнее время стали говорить о том, что вот в области имплантатов лучше брать трансплантат с бугра, а вот в области рецессии и работы на зубах лучше брать в области нёмба. Ну, честно говоря, какие-то сомнительные клинические утверждения. На чём они основаны до сих пор для меня загадка. Потому что соединительная ткань там одна и та же. И там везде один и тот же коллаген. И тот же самый пациент у вас. Чем он там будет отличаться? Конечно, просто толщина и возможность забора, и он менее травматичный. Вот это да, это вот почему преимущество выбора. Но я не уверена, что если в области имплантатов ставить только из бугра верхней челюсти, всё будет прекрасно. А вот если поставить из твердого нёба, то всё умирает. Не знаю. Опыт показывает, что это не так. И тем более, что у этого утверждения и не ислание одного какого-то доклинического испытания. То есть мы все занимаемся верхушкой айсберга. А если у этого айсберга большое основание, это доклинические испытания любых методов и технологий, методик. И испытания на животных оперативные пока ещё никто не отменял. Потому что в последнее время стоматология в связи с быстрым стремительным темпом развития стала как-то очень ошибочно ускорять вот эти вот заявления, такие громкие клинические, абсолютно не основанные ни на чём. Значит, методики забора. Прямой метод. Измеряете толщину соединительной ткани в донорской зоне. Выполняете разрез. Останавливаясь, да, с до миллиметра от измеренной толщины, потому что должна стоять на откосницу. И забираете трансплантат. Пинцет, скальпель вам в помощь. Никаких больше действий не надо. Для того, чтобы его депитализировать, используется шпатель, либо стерильный металлический, либо одноразовый деревянный, какой вам будет удобно. Я всё-таки предпочитаю металлический. Я не доверяю вот этим деревянным шпателям. Они делают из-за пилок. Потом какие-нибудь занозы останутся в этом трансплантате, добытым вообще таким путём дорогим. То есть, и всё-таки это рискованно, считаю. Но это имеет место быть, этот метод.